Барыш, так дальше не пойдет. Ты меня уже в пятый раз притаскиваешь на эти качели, а то ты хочешь заранчишь, а будто меня здесь нет. Я смотрю на горы. Замечательно, ты смотришь на горы. Ну а я тут, ты чё? Если честно, я сам не могу понять. Когда я смотрю на горы один, то горы как горы. Ну ничего особенного. Но если рядом посадить что-то вроде тебя, то горы вдруг превращаются в горы. Хорошо, ну все, не гру. Але це дуже серйозна гра. Проте, це може бути... Ваши відповіді можуть бути жартівливими. Я сюди зараз запрошую 13-й, 4-й, 16-й, 5-й, 9-й, 12-й, 2-го частина. О, дружба — это плюс. Ммм, цена гранальна. Мы двигательство, наверное, не знаем, что это самое. Передаю привет своим с 5-го и 16-го столика. 16-й столик, да, ты свида тут с мене. С собой, я думаю, сколько мы. Ммм, пару. Мне так здесь фраза, нам понравилась. Дружба — это когда ты бежишь, спотикаешься, падаешь в калюжу, а друзей тихих на тебя пахнет своими лицями. Браво. Я тебе посмеюся 12-й столик. 12-й столик. Ну, конечно. Так. Дружба — это когда гармония отвечает чувствам, честности, верности, любви. О, это хорошо. Дружба — это когда гармония у нас неопределившаяся есть. У нас посередине можно стульчик поставить. Ага, да. Я показаю, что можно, потому что это будет дружба. Я уже часто думаю, что это наши ближайшие друзья. Загрели потом в важной высоте, когда есть, что это совсем не так. И все карты выиграла. Прожити можно без грошей, прожити можно без друга, но недолго. Поезд. Ну, соответственно, полноценного життя будет. Раз. Я не буду так долго готовить. Даже с кем ты будешь гулять? Что ты будешь делать без друзей? В жизни бывают разные ситуации. Кто тебя выучит? Кто тебя поддержит? Кто тебя подскажет, если не друг. Помест на разный час? Чи его убить? Вот так. Дружба. Абе провести разный час? Интересно, с кем-то нет. Если ты общаешься с кем-то неинтересно, который противоречит твоим взглядам на жизнь, то, конечно, ты просто убиваешь время. А если ты общаешься с человеком, с которым тебе приятно общаться, то ты сильно дружишь и приятно проводишь время. Ну, не знаю. Что, корость можно взять из любого речи? Наверное, что она достаточно негативная. Что ты думаешь? Давай спроси. Ну, все, до завтра уже будет. И, соответственно, даже в своей дружбе есть корость в деякем мере. Если мы выбираем какую-то другую, и у нас есть какие-то спильные интересы, то мы будем идти вместе с нашим другом. И этот час, который мы будем вместе с ним проводить, он будет пледный. То есть это не будет просто убивание часу. И это в соответствующей мере будет корость и для тебя, и для твоего друга. Потому что вы разом двое будете идти до какой-то спильной цели. И, соответственно, я же не буду через нее себе пригничать в каком-то обмане. Так само кому-то подобается, мне не подобается библиотеку, кому-то подобается. Я же не буду ходить в библиотеку, потому что ей это подобается. Мне это же раз-два заради нею. Когда ей будет там самотнюю, будет погано, можно. Ну, это уже как идея, как обоязок. Семь гривень один, шесть гривень два, шесть пятидесят, тринадцатый столбик, сім гривень, пятидесят гривень один, пятидесят гривень два. Женя, за что? Мы начнем. Пятьдесят гривень.